Всем привет дорогие друзья, вы на канале Дмитрий Розов и мы сегодня будем продолжать играть в игру по названию Грэнни 4, неофициальная версия от Этвэлфа, это у нас фанмейт на Грэнни 4, давайте будем начинать. Перед началом ролика подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, напишите топовый комментарий и поставьте лайкусик. Мы сейчас будем проходить на легком режиме, мы в прошлый раз прошли на призраке, а сегодня бабуля за нами будет гоняться на легком режиме. Не знаю, в прошлой серии у нас что-то не связалось, бабка, она очень-очень быстро бегала, тем более комнаты у нас были все склеены в одну, даже никаких коридорчиков не было и это было очень-очень печально. Давайте будем начинать, Грэнни move is a bit slower, no cracking floors, second floor opened. Так, ну давай попробуем поиграть. Идет у нас загрузочка, идет у нас загрузочка, давайте посмотрим трейлер, давненько мы не смотрели. Фангейм бай Этвелф, Этвелф студио представляет, не знаю, так же скоро выйдет какой-то химик, химик, химистри от Этвелфа. Мы там будем у химика как-то дома выживать, что-то там делать непонятно. Так, и вот начинается игра. Ну, звон такой, ру-ру-ру-ру-ру. Пока что Грэнни 4 очень даже хорошо хайпует не только у меня на канале, я заметил, но и у остальных летсплейщиков, ютюберов. Так, погоди. Звучок вроде у меня нормальный, не знаю. Яркость? Да, вроде нормальный. Так. Интересно. Мы заходим в дом, такие бежим, лифт открывается. Мы его закрываем. Амаджелька такая, стой, иди сюда, медук. Так, а мы все, а мы уже уехали. Давай пока. Но не тут-то было. Конечно же, дома нас поджидает наши любимые друзья. Кто-то открывает дверь. Тык, тык, тык. Ты не понимаешь, это наш главный персонаж или это бабка открывает дверь? Дышь, долобитый по башке. Мы очнулись тут. Дед нам сейчас ляща даст рукой. Вот так вот. Интересно. Очень даже интересно. Не знаю, будут ли дополнения на эту игру. Потому что пока что никаких дополнений я не вижу. Ну, конечно, тут видно, что даже такая вот графика слегка похожа на Грэнни. В основном она такая интересная, своеобразная, свой имеет стиль. Так, ну предыстория очень какая-то длинная. Я бы, честно говоря, укоротил. Убрал вот эти вот, где показывают разные комнаты. Я бы эти сценки нафиг убрал из предыстории, честно говоря. Это что-то очень-очень длинное. Конечно, круто. Очень круто. Тут какие-то еще озера, что ли, или что это такое. Это, наверное, море вокруг этого маяка. И тут и сландрина Анжелика Грэнни. И Грэн 2. Вот такой вот фанмейд. Вот такой вот фанмейдик. Так, в первую очередь он пропиарил сам себя, Этвелл. А дальше уже пошло дело такое. Благодаря его игре мы все пропиарились. Начинает с самых популярных ютюберов и заканчивая самыми непопулярными. Такие, как я и остальные тоже приятели. Так, мы начинаем. Мы начинаем проходить. Картины так криво висят. В Грэне вроде они ровно висят или не знаю. Тут такие вот. Одни текстуры как-то четкие, другие не очень четкие. Непонятно. Так, берем Safe Key. Safe Key на свой страх и риск. Мы сейчас идем. Будем открывать, открывать, открывать. Открывать вот эту вот штуку. Я вот не знаю, куда нам дальше двигаться. Что ли нам нужно в шкафчик зайти? Давайте закроем дверь. Шкафчик откроем. И когда мы уже нашумим ключом, то, соответственно, можно заныкаться в шкаф. Да? Так. Бежим, бежим, бежим мы в шкафчик. Так, я на ходу его не закрыл. Не знаю, мы нашумели, не нашумели. Сейчас увидим. Такой вот наш персонаж. Мы тоже играем за персонажа из... Из этой... Из какой части? Из третьей. Почему я не могу встать? Эй! Не могу встать, у меня забаговал джойстик. Я не понял. Не могу встать в шкафчике. Ты как вообще понимать? Погоди. Все, встал. Не знаю, где бабка сейчас идет. А где бабка? Эй! Бабуль, ты что, припухла там? Мы взяли вот эту вот штуку. Она что, здесь до сих пор? Или где она? Я вот не знаю. Она, наверное, за этой дверью. Ну, давай, смотрим. Вот она. Я вижу ее биту. Ай, уходим. Ай, уходим. От бабули мы уходим. Ой, обогнал я ее. Бежим, 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 бежим. Бежим. Открывайся. Ух ты. Ааа! Не успел. Я не успел поставить. Day one. One day. One day. Почему первый день? Вроде первый день наступает, когда мы заспавнились только в комнате. Офигеть. Ну, давайте, что мы сейчас делаем. Может, нужно нашуметь сейфкеем? И куда? И вот сюда, смотрите. Тут же неспроста такой уголочек здесь, такой интересный. Берем, значит, сейфкеи такие. Берем сейфкеи. Я говорю, эй, игра, ты что меня не любишь, что ли? Мне что-то лагает. Я не знаю. У меня телефон нормальный. Хороший. Модель хорошая. Но почему-то очень-очень лагучий. Лагучая игра. У меня остальные игры не лагают вообще на канале. Кто знает? Кто смотрит? Так, это можно закрыть, в принципе. Смотрите, мы сейчас становимся вот сюда. Ну, и шумим, например, вот там. Дыщ! Отлетел. Офигеть. They want to play hide and seek? Наша бабка говорит. Опа. Ушла туда. Это наш шанс, ребят. Это наш шансон. Встаем. И бежим. Я не знаю, где она. Она куда-то побежала. Так, тут мы можем закрыть за собой смело дверь. О, есть. Смотри. Тут у нас есть вот эта штучка. Что это за штучка? Лифт-бутон. Так. Засовываем. Есть. Так. Первая дверька открылась. Вторая дверька открывается на две двери сразу. Тук-тук. Все, давай, бабуль, пока. Нормуль. Нормуль. Все, ребят, оказалось так просто. А я тупил. Так вот, зачем там тот выступ? У нас бабка же батяра немножечко. Батяра, батяра. Ну, конечно же, интеллект у бабки в этой игре не очень так себе котелок варит. Ну, что поделаешь. Так. Давайте будем искать тумблер. Тумблер, тумблер, тумблер будем мы искать. Здесь у нас пусто. Тут у нас пусто. Так, я уже забыл, в каком он месте был в прошлой серии. Такой вот маяк. Очень большой. Круглый, кстати. Круглый. Ну, то, что тут круглый, он. Это немножечко, может, плохо. Может, и хорошо. Не знаю. Тут будет еще один лифт. Лифт вверх-вниз. Да, показывает. Такая еще табличка висит. Вверх ногами. Погодите. Я, походу, вспомнил, где у нас была штучка. Где у нас была эта штучка. Сейчас мы увидим. Сейчас мы увидим, где эта штучка. А почему? А ее здесь нет. Погоди. Она каждый раз в другом месте, что ли, спавнится? Я пока что не понимаю. А, вот же она. Смотри-ка, мелькнула. Это вообще не рычажок. Это какая-то вообще сопля непонятная. Так, а что не берется? О, берется. Первый раз у меня почему-то руки не было. Чтобы взять. Ну, все. Мы, значит, прошли игру, что ли, получается. Давай попробуем. Шпуньк. Рычажок у нас. Активировался. Вот странно, почему эти рычажки не работают, остальные. Выглядит это как вешалка, кстати. Не знаю. Мне сначала показалось, как будто вешалка. Вот такая вот дверь интересная, красивая. И все, и мы прошли, что ли. Вот такой вот фан-мейт. За 8 минут прохождения можно было даже еще быстрее. Я там натупил. Второй попытки мы прошли, ребят. На этом все. Давайте задом покинем. Это что такое? Погоди. Чей-то глаз. Что это? Или это? Не понял. А что это летает? Погоди. Это чей-то глаз? Или как будто... Это камера, которая нас снимает, что ли, из высоты? Я что-то не понимаю. Не догоняю я. Видите, вот это вот что-то летает над этим самым. Ладно, уходим. О, мы задом уходим. Смотрите, я даже джойстик не отпускаю. Он у нас отдаляется. Это не идет конечная сцена. Это я управляю своим же персонажем. Все. Все. Остановился. Ну все, ребят. Мы прошли на этом все. В принципе, игра сыроватая пока что. Но я надеюсь, что в дальнейших обновлениях, если они вообще будут, то будет намного круче. На этом все. И хотелось бы, чтобы можно было еще на улице как-то взаимодействовать. Потому что в Грине 3 уже можно на улице взаимодействовать. В Грине 4 пока что нет. У нас есть лес, у нас есть Анжелика, у нас есть много разных персонажей, которые были в предыстории. Но в игре их пока что тоже нет. Это у нас Альфа 1.3. На этом все. С вами был Ядмут Розе. Возможно, Этвелф потом использует эту локацию в каком-то своем хорроре. Но вот самих персонажей может переделать как-то. Чтобы это было уже не Грине 4. Например, какая-то игра другая. Например, Грине Эскейп Зе... Какой-то там маяк. На этом все. С вами был Ядмут Розе. Мы сегодня играли в игру по названию Грине 4. Всем удачи. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите топовые комментарии.